Вопрос сохранения депутатских кресел объединил оппозиционные силы Ярославского парламента в сплоченную коалицию. Предстоящие выборы в областную думу решено провести без общего списка кандидатов. По мнению авторов инициативы, теперь итог голосования будут определять не имена людей, возглавляющих список, а реальные заслуги кандидатов перед своими избирателями. Люди, по большому счету, голосовали не за конкретных членов партии, которые сегодня в округах, а за этого лидера. И он тащил весь этот список вверх, так называемый паровоз. Вот что было у нас. Сегодня у нас наше население будет голосовать только за тех, кто есть в территориальной группе, тот, кто выдвинут в том или ином избирательном округе. Также увеличен размер избирательных фондов. Для кандидатов в депутаты Ярославской областной думы он составит 15 миллионов рублей. Для партии, выдвинувшей свой список, до 100 миллионов. Не меньший интерес вызвал и другой законопроект. Губернатор Дмитрий Миронов предложил парламентариям заняться стратегическим планированием. Такой механизм запускается на территории Российской Федерации. И кроме 5-летних и 3-летних бюджетных планов в Ярославской области будет приниматься стратегия на законодательном плане, где горизонт планирования будет не менее 10-15 лет. И это не возвращение к плановой экономике, а ее защита от влияний извания. На заседании приняты и важные кадровые решения, но здесь сюрпризов нет. Уполномоченным по правам человека в регионе еще на 5 лет останется Сергей Бабуркин. На должность бизнес-омбудсмена предложена кандидатура Альфира Бакирова. Теперь это решение предстоит согласовать на федеральном уровне. Александра Панкратова, Сергей Мазилов. День в событиях.